друзья всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях отчетах статистике в общем обо всем что влияет на динамику финансовых инструментов сегодня последний день торговой недели впереди выходные проведите хорошо следующей неделе будет очень интересны потому что нас ждет заседание американского регулятора мы следили за долларом на этой неделе как за активом который в принципе не имел каких-то фундаментальных триггеров для движения все изменится друзья через неделю заседание федрезерва акцент на новые меры экономического стимулирования ну и конечно же более плотное обсуждение пакета фискальной помощи от конгресса нужно чтобы демократы и республиканцы нашли компромисс и выделили национальной американской экономики денег я бы был бы рад друзья если бы речь пошла о сумме свыше одного триллиона долларов потому что это как раз то что и нужно для усиления ожиданий будущего роста индекса потребительских цен и для поддержки нашей идеи продаж американского доллара и роста фондового рынка в последние дни мы видим как у акций технологического сектора есть некоторые проблемы с ростом это опять же связано с тем что мало дополнительных притоков ликвидности но ситуация может измениться если будут согласованы новые повышенные пособия по безработице и часть этих денег уже неоднократно подчеркивалась мной непременно пойдут фондовую секцию сегодня мы говорим о последствиях заседания европейского центрального банка в целом вчерашний день я могу охарактеризовать как очень удачный для покупателей рисковых инструментов для продавцов рынка углеводородов потому что то что мы получили по новостному фону от ецб и от отчета на администрации энергетической информации по запасам друзья это хорошая база на которой могут выстраиваться дальнейшие сделки и усиливаться тренды которые ранее сложились давайте начнем с ецб 1 1832 сейчас котировки в целом мы даже выше чем например констатировали цены а в ходе прошлого брифинга максимум локальный вчерашнего дня превысил отметку 119 после чего евро а скорректироваться заранее когда мы готовились к заседанию европейского центрального банка друзья я делал акцент на то что та риторика которую мы можем услышать она скорее всего станет поддерживающей для курса главного валютного риска потому что и цб точно сделает о комментарии о том что экономика нуждается в дополнительных мерах экономического стимулирования и эти меры при необходимости будут задействованы в принципе с этого и началась пинг пресс-конференция лагард которая отметила понижательные риски и готовность действовать на опережение чтобы помогать экономике дополнительные меры стимулирования пусть если они и будут согласованы в дальнейшем упрочат позиции еврозоны скажем в гонке после пандемичного экономического восстановления да и без этого мы помним какие бешеные суммы уже были согласованы и выделены в частности в рамках всего европейского союза речь идет о фонде помощи на 750 миллиардов евро если говорить по регионам тоже цифры колоссальный от германии там 220 миллиардов франции поменьше но все равно много 57 миллиардов экономику заливая деньгами и делают это амбициозно то есть куда более амбициознее наверное чем а штата которые сейчас миллион раз думают прежде чем опять же прийти к решению о новом пакете фискальных стимулов а тем временем еврозона очень хорошо конвертирует эти деньги в улучшение макроэкономической статистики и вчера мы слышали через пересмотренные и улучшенные прогнозы по ввп и индексу потребительских цен что эти меры оказывают благоприятное воздействие на экономику в целом самый главный момент это комментарии лагард касательно обменного курса евро они были друзья но по росту который мы видели очевидно что эти комментарии в принципе явно указали нам трейдером а спекулянтом инвесторам на то что и cb особо не переживает за будущий курс европейского центрального еврозоны то есть до курса высокий может быть он как-то осложняет и ухудшает определенные показатели торгового баланса но как отметила лагард текущий рост евро это как раз отражение экономического восстановления региона и теперь друзья самый важный комент от нее то что и cb не будет вмешиваться искусственным образом а в текущую динамику главного валютного риска вчера мы убедились что евро может расти евро не добил своих локальных максимумов это произойдет дальше когда доллар пойдет вниз надеюсь друзья вы увидели на этот сигнал уловили его и теперь вместе со мной осознаете то что евро по-прежнему очень неплохо смотрится выше отметки 119 или даже 120 поэтому ждем возобновления распродаж американской валюты и на фоне того что было отмечено на руководством европейского центрального банка накануне готовимся собственно к возобновлению бычего ралли главного валютного риска против американского доллара по фунту ситуация обратная здесь риски brexit david brexit в самом глубоком кризисе за последние несколько лет после того злополучного законопроекта англии который перечеркнул ранее согласованы соглашение скажем простите за тавтологию между ес и англии и споры сейчас разгораются не шуточные может быть даже дело дойдет до разбирательства непосредственно в судах наивысшей инстанции но я думаю что а при такой риторике которая сложилась последние дни все идет к жесткому brexit друзья мы должны быть к этому готовыми поэтому фунт явно отвязался от прочего фон и сейчас работает только с последствиями brexit а то есть национальным фундаментальным а фоном 1 2827 сейчас мы в принципе уже очень близки к среднесрочной цели это отметка 127 хотя по мнению многих инвестбанков все создано для того чтобы пара фунт-доллар провалилась до уровня 1 25 индекс американской валюты 9324 заявки на пособие по безработице хуже прогноза 884 тысячи прогноз 846 тысячи индекс цен производителей рост с 0,2 процента это прогноз до 0,3 процента сегодня в 15.30 общий показатель инфляции допускают что индекс потребительских цен вырастет поэтому я рассчитываю на то что сегодня во второй плане дня давление на доллар может усилиться по золоту смотрим вверх мы видим то что золото очень хорошо чувствует себя на отметке 1950 сейчас чуть скорректировались но цель 2000 остается прежней потому что мы настраиваемся на снижение американской валюты доллар канадец 1 33 цель тоже из-за того что рынок нефти продолжает снижаться большое спасибо данным по запасам запасы показали статистика то что они увеличились на 2 миллиона очень сильно коррелировал отчет с данными от американского института нефти и что это значит если запасы растут друзья значит спрос снижается в мировой экономике ранее доказательством падения спроса выступило решение саудовской аравии снизить отпускные цены еще раньше доказательством падения спроса выступили доклады от администрации энергетической информации международного энергетического агентства которые пересмотрели прогнозы роста спроса на нефти какие еще вам нужны друзья аргументы чтобы убедить в том что рынок нефти все-таки оказался в новом тренде и этот рынок нисходящий я жду друзья 35 долларов за баррель и американский фондовый рынок доу джонс 27 700 пунктов цель 30000 остается очень большую ставку я делаю на следующую неделю на новые меры экономического стимулирования от федрезерва и соответственно на поддержку а фонды на этом все хорошей вам торговой сессии не забывайте подписываться на наш канал оставлять ваши вопросы и ставить лайки всем пока